Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым необычным и интересном, что произошло в сети Иннет. В сегодняшнем выпуске увидите шедевр инженерной мысли, новую маску, в которой можно обедать, увидите российского Человека-паука, а еще увидитесь, что Сталин, наконец, воскрес, чтобы посмотреть, до чего мы довели страну. Сколько раз мы слышали фразы от старшего поколения «Сталина на вас нет», до чего страну довели, при Сталине такого не было. Так вот, Иосиф Виссарионович решил лично увидеть то, чего при нем действительно не происходило. Взял электросамокат и отправился с инспекцией по улицам Адлера. Но, судя по лицу вождя, он вполне доволен тем, что видит. А самое главное, что даже молодые автомобилисты его узнают и совсем не боятся обратиться к такой важной персоне с вопросом. Сталин? О, Иосиф, как оно? Вождь, правда, ответил не совсем цензурно, но смысл тот, что все очень даже хорошо. Теперь что? Правильно, ждем Ленина на броневике. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в нашу повседневную жизнь. И мы уже знаем, что надо надевать маски, когда ходим по магазинам или ездим в общественном транспорте. Но вот, когда приходим в столовую, возникает вопрос, а как в маске есть? Решение найдено. Инженеру одной крупной американской компании, видимо, надоело постоянно снимать и надевать маску во время перекусов. И он подошел к решению вопроса со свойственной всем инженерам практичностью. Взял и создал устройство, которое назвал «Автомаск». Это приспособление использует инфракрасную технологию и открывается, когда еду или бутылку с водой подносят достаточно близко к лицу. А через несколько секунд закрывается обратно. Теперь еще одной проблемой стало меньше. Интересно, когда такой прикольный девайс можно будет купить в Первоуральске? А вот у некоторых вопроса «как есть» не возникает. Главное, чтобы была еда. А уж что с ней делать, разобраться несложно. Привет, дружище! Ну что, печеньку дайте? Что за вопрос? Конечно же дать. Зря прилетел, что ли? И вот они, заветные две печененки, которые ворон аккуратно берет прямо из рук. Но улетать не торопится, всем видом показывая, что не отказался бы от добавки. Которую, кстати, тут же и получает. А потом и еще. И еще. Что, еще дай? Залезет еще? Слушай, ну друг, не выпадет у тебя случайно, а? Полный урод печенья. Нет, не выпадет. Мы, если честно, думали, что ворон даже не взлетит. Центр тяжести-то смещен. Но нет, взлет прошел удачно. Надеемся, что и приземление будет ничуть не хуже. Остается только пожелать ворону приятного аппетита. А вот этот питомец привык сам себе добывать еду. Причем делает это виртуозно. И не просто обедает, а еще и спасает своего хозяина от надоевших мух. Единственная проблема – сам хамелеон ходить не хочет. К мухам его нужно подносить. Но от этого процесс становится только интереснее. Одним словом, если вы еще не определились, какое домашнее животное хотите завести, хамелеон – отличный вариант. Всем рекомендуем. Наверняка все, кто любит футбол, мечтают хоть раз оказаться на одном поле со своей любимой командой. Или пожать руку игроку-фавориту. Но, к сожалению, далеко не все могут так повести. Но это только в том случае, если вы человек. А вот фанату попугаю прикоснуться к мечте намного проще. Попугаю, который заглянул на матч футбольной команды, не хватило усидчивости, чтобы смотреть игру на трибунах. Поэтому он вылетел на поле и решил лично руководить действиями одного из спортсменов. Приземлился к нему на спину и наверняка хотел подсказать, как лучше сделать следующий пас, но не успел. Игру остановили, а попугая очень осторожно сняли и передали в руки сотрудников стадиона. Этот случай, конечно же, показали во всех местных СМИ. О приключениях попугая на поле узнал его владелец, который сразу примчался на стадион. Оказывается, птица улетела из дома три дня назад и все это время где-то путешествовала. Теперь хозяин и попугай на футбол ходят только вместе. Иногда начинает казаться, что некоторые не получают права, а обменивают их на мозги. И самое отвратительное, что потом все же садятся за руль. Хотя, когда мы посмотрели следующее видео, вопросы у нас возникли не только к водителю, но и к пассажиру. Вот такой интересный способ передвижения выбрали ребята из Москвы. Машину взяли на прокат. Скотч, вероятно, у них все же был свой. И отправились гонять по дорогам столицы. Товарищ, примотанный к автомобилю, предусмотрительно надел маску, чтобы остаться неузнанным, и капюшон, чтобы не простыть. На этот раз опасная поездка завершилась для него благополучно. Это, однако, наталкивает на мысль, что экстремал решит повторить свой глупый трюк. Будем надеяться, что удача еще не скоро отвернется от молодого человека. Или что он, наконец, начнет думать головой. Уникумы встречаются не только на дорогах, но и в метро. Вот этот мужчина, например, легких путей не ищет. И очень целеустремлен. Если решил, что спустится по едущему вверх эскалатору, значит спустится. Как говорят очевидцы, мужчина на замечания не реагировал. Просто продолжал идти к своей цели, практически по головам. А самое забавное, что буквально на следующий день в метро появился последователь, только более наглый. Если первый упрямец практически никому не помешал, то вот второй решил выбрать для променада час пик. Слова умея и упорство. А это город Ленинск-Кузнецк. Там коммунальщики все лето готовили технику для уборки снега. Поэтому на остальное просто не хватало времени. Как только техника была готова, взяли косилки и пошли бороться с зарослями травы. Но тут выпал снег. Но раз уж вышли косить, значит надо косить. Со снегом можно и летом разобраться. Но приз в номинации «Упрямец года» мы все же отдадим человеку-пауку из кургана. Ранним утром вот этот товарищ решил доказать себе и всем, что герой фильмов – дилетант по сравнению с ним. И не используя суперкостюм и паутину, отправился покорять отвесную стену многоэтажки. Долез до самого верха, а вот что делать дальше – не знал. Поэтому решил залезть в ближайшее окно, которое, разумеется, оказалось закрыто, и открывать его явно не спешили. На помощь курганскому человеку-пауку пришли сотрудники МЧС. Для некоторых из нас поход в школу был сущим адом. Вставать рано, а если еще и зима, холодина, идти совершенно никуда не хотелось. Но сейчас поймете, что ваша дорога в школу была все же намного проще, чем у героя нашего следующего видео. Хлипкий полузатопленный мостик, перейти который можно только если забраться на перила. Именно так выглядит дорога в школу у иркутских детей. Причем перспектива ремонта на горизонте не видна местным властям, пока не до этого. Завершает печальную картину огромное количество мусора, который плавает в реке. Обнадеживает одно – Ломоносов к знаниям. Аж из холма города Москвы дошел. И ничего, справился. И если одни дети делают все, чтобы не огорчать родителей, ходят в школу буквально рискуя жизнью, помогают по дому и вообще ведут себя прилично, есть те, кто не видит границ в баловстве. И иногда это заканчивается очень плачевно. Только посмотрите, какой прекрасный телевизор. А самое главное, наверняка дорогой. Судя по заботливо подложенной тряпочке. И вроде мужчины все рассчитали, чтобы уберечь технику от царапин. Но не учли одного – малышу очень захотелось поиграть. В самый неподходящий момент. Поэтому все – нет теперь большого, красивого и жутко дорогого телевизора. Но вы только посмотрите на позу философа, которую сразу принял мужчина, уронивший телек. Надеемся, спокойствие не оставит его, когда до него все же дойдет, что случилось. Верится – с виновником Чупе все хорошо. И он до сих пор жив. А вот и еще один любитель разрушений. В один из баров врывается невменяемый кошак и начинает крушить все на своем пути. Забавно, но от своих действий он сам пребывает в не меньшем шоке, чем и сотрудники заведения. Кот убегает, потом вновь возвращается на место преступления и снова убегает. Вопрос – что это было? – остается открытым. Владелице этой славной собаки с питомцем повезло больше. Ее бультерьер не приносит никаких неудобств. Единственная проблема – затащить пса с прогулки домой. Как рассказывает сама хозяйка, животинка проявляет просто ослиное упрямство. Может даже притвориться мертвой, чем очень пугает прохожих. Люди даже подходят и интересуются, не нужно ли помочь отвезти собаку в ветклинику. И только после долгих уговоров пёсель все же оживает и соглашается пойти домой. Случалось ли вам когда-то проигрывать в споре? Думаем, хоть один раз припомнить сможете. И тут уж ничего не поделаешь. Если проиграл, приходится выполнять условия спора. И ладно, если вам просто придется залезть под стол и прокукарекать 10 раз. Или съесть ложку горчицы. Иногда бывает, что желание победителя может стоить вам жизни. Но только в том случае, если вы проявите недостаточно изобретательности. Но вы только посмотрите на эту утку. Она наверняка проспорила кому-то. Вот и пришлось лезть в бассейн с тигром. Мы не знаем, сколько по условиям спора водоплавающей предстояло пробыть на одной территории с опасным хищником. Но восторгаемся сообразительности отважной птицы. Как только тигр пытается ухватить ее за хвост, пернатая тут же уходит под воду. И выныривает только за спиной большой кошки. И становится понятно, что у тигра намного меньше шансов поймать утку, чем у птицы выйти сухой из воды. Или хотя бы просто выйти, живой. Зато потом можно будет гордо рассказывать, что в этой жизни она уже ничего не боится. На этом сегодня все, друзья. Присылайте видео, которые вас удивили, обрадовали или наоборот огорчили в WhatsApp или группу телеканала ВКонтакте. А мы с удовольствием покажем их всему городу. Хорошего вечера, берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин